Да, здесь хорошая акустика и такая рамка сразу же нас погружает в некий очень сложно преодолимый такой вот, можно сказать, техносоциальный такой вот контекст, или как это характеризовали социологи, типа Ирвина Гофмана, фрейм, что очень сложно куда-то свернуть, кроме как лекционный вот такой формат. Но я не знаю, насколько у нас это получится сегодня, потому что тема такая вот, она заглавлена предельно просто, и куратор программ от Гаража, которая у нас Екатерина Лазарева курирует, она попросила такую научно-популярную больше прочитать лекцию. Я часто делал в принципе такой формат, как лекции перформансы, знаете, сейчас популярны это смешение художественной речи и научной, как бы остранение, что называется такой термин, остранение академического дискурса. Сегодня очень много как бы все самообразовываются и образовываются, всю жизнь учатся, и подчас автоматизируется, знаете, вот такая речь лекторская, такая вот научно-дискурсивная, а очень много разных наук, и художники и поэты с разных сторон все время старались как-то с этой речью работать, интервенции производить в нее. В принципе, это уже такая почетная довольно-таки традиция, лекция перформанса, она там, ну, если мы берем о современном искусстве и говорим, то там с середины 20 века идет. Но сегодня мы будем говорить не только о, конечно, и не столько даже о лекциях перформансе, и я уже здесь делал как-то год или два назад лекцию о перформативности, где мы разбирались вообще, что такое перформативный акт, жест, перформанс как таковой, да. А сегодня мы больше сделаем такое вот, заземлимся на вот этой вот сложной границе. Она всегда кажется непреодолимой, но самое интересное на границе и происходит, как мы знаем, вообще новое в искусстве рождается. И вот поэзия и искусство, или в данном случае, может быть, поэзия и живопись сначала воспринимаются как два разных медиума, два разных языка, да, и они все время друг с другом, но там в Древней Греции соревнуются, например, в классицизме они сотрудничают, и как бы поэзия может описывать какие-то прекрасные природные формы, подражать им, то есть становиться им соответственной. А вот мы стартуем вот с этого трактата Лессинга о Лаокаоне, такой вот очень известный, где он как раз критикует всю предшествующую традицию классицизма и говорит, что не гоже поэзии изображать, описывать, вернее, некие тела в пространстве. Ну вот, например, описывать вот этого Лаокаона с сыновьями, который в смертельной схватке со змеями пребывает. А наоборот, живопись имеет такую прерогативу, и даже ей необходимо вот эти тела в пространстве изображать друг с другом соположны. Это 1766 год, трактат пишется, как раз возникает вообще понятие эстетики, как мы понимаем, и эстетического режима восприятия только тогда. В конце XVIII века, собственно, появляются музеи, и искусство начинает выставляться после Французской революции впервые. До этого оно воспринимается либо как религия, как некий предмет культового поклонения, ну, религиозного, либо как светские на заказ пишущиеся аристократии, полотна там большие. И вдруг возникает вот этот вот эстетический режим, это понятие жакарансьера, я не буду сейчас углубляться, но главное, что теперь любой человек, ну, как любой, понятно, в конце XVIII, начале XIX века, это какой-то новый представитель буржуазии или там гражданин, потому что крестьяне, конечно, в музее еще не имели доступа, хотя рабочие уже в XIX веке ходили, и Маркс с ними встретился даже на выставке, очень забавный момент был. Так вот, любой человек может разглядывать разные произведения искусства в этих музеях, а первые музеи, они этнографические, все там свозится с колоний или с раскопок каких-то. И очень важный феномен становится, что появляется вот это самое феномен эстетического режима, он, если по-простому, заключается в незаинтересованном восприятии. То есть вы не приходите поклоняться этому божеству, там, как статую, и не дома, ни как дизайн, ни как интерьер ее покупаете, как там аристократия заказывала себе там портреты, или большие очень натюрморты, да, вот эти. А вы просто приходите эстетически это воспринимать. И эстетически это значит, собственно говоря, не заинтересовано своими органами чувств. А они у нас есть у всех, в этом смысле здесь кантианская эстетия включается, и у всех они как бы одинаковые, но воспринимаемые все по-разному. И очень вот так отсюда возникает вот это суждение вкуса. Вот мы ходим, например, ну не вокруг этой статуи, там, урансьера, например, вокруг головы Юноны, такая голова богини на вилле Людовизи. И он описывает, что она молчит и ничего от нас не хочет. Мы просто можем ее рассматривать и включаться в свободную игру, свободную игру интерпретации, ассоциаций, суждений. И вот очень важный момент, собственно, отсюда возникает вообще восприятие, и в том числе и живописи, да, которая приходит в музеи и в салоны в XIX веке. Так вот, если мы говорим о том, что Лессинг разделяет строго о том, что положено поэзией, а что положено живописью, он говорит, поэзия, значит, должна изображать действие последовательно, то есть описывать действие. И, например, вот хорошее он приводит поэму Вергилия Лаокаон, так и называется, где он описывает вот эту смертельную схватку. А живопись тела в пространстве изображать. И грубо разделяет эта вот такая дихотомия на пространство и время. То есть поэзия работает со временем, не только потому, что вот как бы мы пока читаем длится время, да, вот этот акт произнесения сам, а ещё и потому, что действия сами, в принципе, длятся. То есть вот в таком... А здесь поэзия как бы... Ой, живопись улавливает самый такой вот, можно сказать, выразительный, да, или эстетичный в данном случае момент, когда тела в пространстве располагаются именно так, и мы можем вот смотреть на их. И он спорит с Великим Малем, ещё такой эстетик известный, собственно, который и тоже пишет в то же время самую первую историю искусств такую, и спорит, почему вот Лаокаон не кричит, а стонет. И вот Лесин говорит, если бы он крикнул, его бы гримаса обезобразилась, ну, он бы как бы вырвался, его вот этот предсмертный крик, и не было бы вот этого уже эстетического восприятия, это был бы как бы перебор, мы бы сегодня сказали, да. Поэтому он как бы стонет. То есть не гоже живописи словами что-то выражать. Она может только вот как бы телесно или пространственно. Ну, вот мы сейчас разделим это на пространство и время. А вот в поэзии можно описывать. То есть и вот сразу же на самом деле уже в конце XIX века это такой бросок костей Малорма, я одну страничку только взял для примера. На самом деле уже романтики разрушают вот эту эстетическую разделённость на пространство и время, потому что они берут совсем другую эстетику, вернее, они берут у Канта, но другой режим. Не вот этот способности суждения, а трансцендентальную эстетику. То есть пространство и время, которые даны нам как бы уже априорно. Ну, у Канта они априорно. И мы как бы здесь воображаем. У романтиков очень много воображения, то есть во внутреннем. То есть не обязательно мы должны эстетически видеть что-то, воспринимать своими органами чувств, но мы можем воображение подключать. И как бы к концу XIX века, в общем, мы пробежимся быстрее, чуть-чуть французские символисты, в данном случае, да, Стефан Малорме, самая известная, наверное, вот эта поэма, его «Бросок костей никогда не изменит случая». Он, можно сказать, выступил таким первым тем, кто опространствовал страницу. То есть он сам и пишет об этом, уже хватит вот этого выражения лирического эго, то есть описывать некие действия, да, а нам нужно столкнуть или бросить, почему «Бросок костей» слова на плоскость, в данном случае на плоскость страницы, и посмотреть, как они друг с другом входят в контакт. То есть мы понимаем, что здесь как бы уже нарушается весь ход, собственно, того, чего было дозволено и что должно было поэзии до этого, да, именно описывать какие-то действия, выражать какое-то лирическое эго или эго-лирического героя, если он там описывался, да, ну, в поэзии до этого времени. А здесь как бы весь внутренний мир овнешняется такой на поверхность страницы. И это всё, естественно, он такой сэписал, кризис языка, тоже конец XIX века, но от первой версии в 1897 году, по-моему, этой поэмы, но потом она переиздавалась. И, собственно, мы знаем, что визуальная поэзия, в принципе, очень давно появилась, но она не осмыслялась как отдельный такой вид, даже не вид, а, наверное, мы бы назвали таким, ну, под видом поэзии, или, ну, живопись никогда не воспринимала это в собственном, как бы, таком ключе, но поэзия визуальная, она, ну, если я сейчас просто примеров не брал, там в XVI веке Семён Полоцкий был, знаете, такие фигурные стихи, вот Гиома Полинер там в XIX веке тоже, но как себя, как такой вот отдельный, да, жанр, в принципе, она, можно сказать, только с эпохой авангарда осознала вот после символистов французских, благодаря им, вернее. И появляются сразу же масса вот таких движений авангардных и книжек. Книжек, но это очень странные книжки, они уже не просто книжки, ну, вот поэзия до этого печаталась в книжках, ну, а ещё до этого она пребывала вообще в устной традиции. Мы просто на этом не останавливались, иначе мы не дойдём до самого главного. И вот начало XX века, вот эта девальвация лингвистических знаков, да, лингвоцентризма пресловутого, усталость от мёртвой литературности и желание обрести некую, дать слову жизнь, вышагнуть с ним. Ну, прежде вот от перформативного понимания, оно как бы очень важно, как это соединилось в визуальном смысле. Вот, например, полёт, ну, вот из сборника «Танго с коровами» «Полёт», это такое стихотворение, «Полёт» Васи Каменского, он целиком, и даже вот тут подписано «Читать снизу вверх», то есть попытка воспроизвести уже сам процесс чтения, визуально передать. Ещё и при этом как бы здесь случаются сдвиги, видите, постоянно чем выше, тем дальше сдвигаются слова, то есть они разрываются между собой, то есть уже даже синтаксис разрывается. У Маларма этого ещё нет, у него там слова сталкиваются друг с другом, то есть он страницу осознал вот таким вот минимальным медиумом. Да, здесь уже идёт минимальный медиум слова. И эти книжки ещё очень важно, что подключают очень странную материальность, они уже как объекты начинают восприниматься, потому что они подчас как раз, ну, вот эти наши футуристы, или будет ли они, они это делали в ущерб, вернее, в ответ, как бы, или критикуя дорогие издания, в том числе даже символистов, и делали их на обойной бумаге или на какой-то очень дешёвой такой. Вот, например, это, ну, один из примеров, потому что здесь интересно, что кручёных пытаются научить художников, или худоги, учитесь. Такая книжка уже с 17-го года, они когда в Тифлис уже, в Тбилиси переехали, там группу ненадолго основали, вот эту, смешно, что вот здесь, видите, что это напоминает, да? Чёрный квадрат, да, ну, как бы, он выставляется, это в Чёрный квадрат впервые в 16-м году в Красном уголке. Ну, вот в 17-м он идёт на обложке вот этой книги. И что интересно, это делает кручёных со Зданевичем вместе, ну, не с Ильёй, а с Кириллом, с его братом. И вот, например, вот где здесь отличие, да? Это стихотворение кручёных, ну, внутри этой книжки, а это, вот, можно сказать, да, графика Кирилла Зданевича. То есть они практически уже друг с другом, можно сказать, так, компаративистику, если нехитрую, включить. Знаки как бы мерцают между вербальным и иконическим, как бы вот здесь мы видим уже. То есть и этот можно читать, а тот смотреть. И наоборот. Ну, вот, и здесь подключается ещё, безусловно, неустранимое то, что в знаке есть. То есть даже если мы знаки выведем на плоскость и будем их пространственно воспринимать, в них неустранимое это, собственно, само означающее, то, что Сосюр назвал звуком, да? Ну, то есть даже видя вот это на плоскости, мы всё равно это произносим про себя. Ну, как бы звук, он как бы неустраним. Отсюда, собственно, и возьмётся вот эта вот заумная поэзия, которая будет уже со звуком именно работать, голым, ничего не значащим, да? И как бы вот даже у Ильи Сданевича драма так и называлась, потом это такой подонковский сленг сегодня появился, да? «Осёл на прокат». То есть он пишет её, как слышится. То есть уже в обход литературной традиции он пытается словам дать именно то, как они воспринимаются фонетически, да? То есть фонема освобождается. Ещё очень важный элемент, что даёт нам визуальность. Симультанность вместе уже с фонетическим, как бы такой знак трёхмерно уже обретает. Это вот симультанность. Это очень важное понятие. Но оно в 2010 году, по-моему, ещё появилось у Бачони, Умберто, это музыкант скорее. А, например, вот у меня один пример, как его реализует Тристан Цара, это основатель дадаистского, один из основателей дадаизма и кафе дадаистов Кабаре Вольтер. Оно писалось на трёх языках. Вот видите, с художником Янка и Хюзельбетком. И главное, что здесь включались музыкальные знаки какие-то, и оно должно было уже озвучиваться. То есть не только прочитываться, но озвучиваться. И как сам Цара писал, с разных сторон читаться могло. То есть начинаться с разной стороны. И возникало такое вот симультанное воспроизведение, подчас такая какофоническая. Какофонический такой вот возникал феномен, очень тоже важный для авангарда. И ещё про то, что не только как бы визуальная поэзия становилась как бы на плоскость страницы, и мы слова друг с другом как бы обретали некое пространственное измерение, но и язык становился многомерным. То есть включались знаки не только как бы здесь получается языковые, а включались элементы уже бытового мира или вещи. Ну мы знаем, да, калаш, это вот эти приклеивания разные, ассамбляжи, это всё тогда. Ну вот у меня для примера только тоже один из дадаистов, это Джон Хартфилд, он угроз, у него немецкое имя, который газетные вырезки друг с другом коллажировал, и тогда же фотомонтаж появляется. Или вот Куршвиттерс, который, знаете, изобрёл такой вот Мерцбилд, Мерцбилд, это такой вот, ну как бы тоже, это не было поэзией, хотя у него были эти звуковые поэмы, он их озвучивал, но в данном случае это было как бы просто произведение. Они сами не разграничивали себя, там, художник ты или поэт, это здесь как бы они были и антихудожниками, и антипоэтом. Вообще попытка была разрушить вот эту эстетику, как бы просто, собственно, преодолеть границы искусства. Но мы сейчас, да, до этого дойдём. Поэтому вот здесь трамвайные билеты, на них есть фигурируют знаки и вербального языка, и цифры какие-то. И главное, что вот включается вот эта вот уже объектность, как то, что потом называть мы будем ready-made. То есть вещи готовые какие-то включаются уже в произведение. Здесь у меня длинная цитата, но, наверное, её пропустим. Я её так прочитаю. То, что в авангардной эстетике, вот это одно из ключевых, включается вот это вот прагматическое измерение. Это как языка именно. Это когда не только важен синтаксис и семантика уже, а прагматика именно когда, где, с какой целью произносится или читается данное стихотворение или вообще произведение. И то есть прагматика, она прорывает. Вот это и есть такой выход, да, в живой язык. Вот, например, эта картина, да, от Марселя Янко, от дадаистов в Кабаре Вольтер. И видите, что здесь все смешались друг с другом. В данном случае преодолевается не только вот эта четвёртая стена, то, что мы сегодня называем там уже партиципаторным перформансом, а как бы все как бы здесь практически ощущения такой кучности, да. И мы знаем, как эти вечера проходили. Они подчас проходили в такой вот провокационной манере, где тоже все роды искусств смешивались и доходило там до драк. И вот этот перформативный элемент в поэзии, он очень важен, когда вот у Розули Голберг самая известная книжка про перформанс, наверное, но и, как мы знаем сейчас, большой том «Гараж», который выпустил в 13-м году «История российского перформанса». Там, собственно, идёт исток прямо перформанса, черпается из авангардных традиций. Но в данном случае это один из дадаистов Хугабаль. У него очень такой парадигмальный пример, потому что тогда перформанс ещё не был как бы концептуальным, как в 70-е, там он годы стал после войны, или даже как сегодня он стал более танцевальным, театральным и при институциях. А он реально, как бы попытка была трансцендировать. Вот Хугабаль так свои опыты описывал, что он как шаман, он вживался в роль шамана и там камлал буквально вот эти свои тоже ничего не значащие буквы. Он изобрёл этот язык, ну, в данном случае поэма «Караван». Есть позднейшие там аудиозаписи, как он читал. И он буквально это в мессу такую превратил. Что интересно, что он потом вообще порвал с дадаизмом и стал католическим священником. И вот этот костюм был тоже Марселем Янко, сделан специально такой с колпаком этим, с трубами. В общем, очень важна здесь разница между авангардным искусством и, например, послевоенным, да, неоавангардом или концептуализмом, что здесь ещё очень важно, так даже, знаете, мистические, вот эти космические все были теории, и спиритуализм развиты. Я как бы специально в это не буду сейчас как бы погружаться, потому что у нас не об этом тема. И вот последний, наверное, здесь в авангарде важный элемент – слова на свободе. это такой одно из манифестов, один из Маринетти. Но у меня в данном случае обложка его книжки «Занг-тунг-тунг». Очень важно, что здесь включалось то, что, видите, уже слова пытались обрести свободу вообще от значения, то есть они как бы сливались с тем, собственно, сливались с самим звуком. То есть когда мы говорим «Занг-тунг-тунг», то это ничего не значит, кроме как ощущения каких-то жужжания ударов. И вся книга из этого состояла. Он, собственно, и писал Маринетти про то, что хочет вот в согласное превратить язык в такую вот, в такую жужжащую, стукающую речь. И это было как раз с Первой мировой войной связано. Эта книжка, она в 2014 году была издана. У меня тут написано ещё «Анаматопея». Это, знаете, такое понятие, когда мы придумали в человеческом языке звуки, которые издают какие-то животные. Ну, на слух, например, кошка мяучит, собака лает. И вот здесь то же самое. Если какой-то свист снаряда или пуля, то оно так здесь и через аноматопею передаётся. Ну, это в детской поэзии ещё разведано, знаете, там «гав-гав», «мяу», там вот эти вот звуки, они очень здесь были, употребляли часто. А вот, собственно, вот эта обложка слов на свободе. Ведь здесь уже смешались и разные знаки, и графика сегодня, в принципе, это стало дизайном. А вот как раз Маринетти и футуристы считают прородителями типографского дизайна книжного. Пытались вырваться за пределы книги, но при этом стали дизайны. Это русские футуристы. Тоже очень важный манифест. Я думаю, всем знаком. Но я тут только скажу пару слов. Вот что был такой манифест. Почему мы раскрашиваемся? Мы кручёных пропустим. А, ну вот про поэму «Конца». Очень важно. Она такая ещё парадигмальна считается, потому что это такой... Василис Гнедов был поэт, анархист. Он, по-моему, в 2012 году выпускает 15 поэм «Смерть искусству». И последняя поэма у него была как раз такая... Просто он молчал, выходил и вот так делал. Как бы это такой знак. Ну, вообще, это старинный знак. Ещё по-русски есть глагол «похерить», да? То есть перечеркнуть. Вот он как бы ставил крест на слове, на книге, вот на искусстве всё. Это такая поэма «Конца» у него была. И почему мы раскрашиваемся? Ещё очень важно, что... Я это не сказал, что включается то, что вот если текст вышел в пространство и как бы здесь уже стал практически соединён, да? Нету границ между вербальным и гоническим знаком. Мы можем и так, и так его воспринимать. Как бы такая возникает тревога перцептивная. То включается ещё само тело перформера. Вот про Хугабали я начал говорить. Вот почему мы раскрашиваемся? Они же там напрямую пишут, вот Лорионов там, кто у нас, Бурлюк, Михаил Лорионов и Илья Зданевич. Вот они там писали этот манифест и рисовали себе на лицах разные фигурки, такие примитивистские, с ложками там ходили. Это как, знаете, русский вариант этого, Оскар-Уальдовских денти, да? Там у них с розами ходили, а эти наши с ложками разукрашены. И они писали, что хотят как раз живого, тёплого уже чуть ли искусства. То есть тело вышагнуло на улицу. И здесь уже художник такой и поэт, как бы здесь в одной фигуре перформера, как бы телесной. И видите, здесь трёхмерность уже возникает. То есть пространство, время и тело. Или вот такое вообще сегодня, наверное, Трикстером или Фриком бы мы назвали. Он проводил лекции Гольшмитц. Владимир Гольшмитц. Ну, про него сейчас есть, в принципе, уже достаточная информация. Я тоже не буду остановиться. Он проводил такие лекции оздоровительные. Это сегодня мы бы назвали тренингами какими-то или просто коммерчески. Ездил по России с турами и рекламировал то, что таким, можно назвать, таким пролайфером был или бодибилдером сегодня. Ну, тут не очень сегодня толерантно или как политкорректно. Он вот в блэкфейс такой перекрашивался. Это одна из фотографий. В общем, да, кому интересно, он может тоже... Ну, при этом он, да, он писал поэзию и книжки делал. Так, вот здесь, что я еще не сказал. Ну, вы знаете, вот эту книжку, которую с Элием Лисицким делал Маяковский совместно, она такая называлась для голоса. То есть делалась книжка, но она уже для декламации изначально. То есть была предназначена для исполнения, как партитура. И мы видим, что здесь даже дано, как партитурой, там левой, 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 там вот такие вот были маршевые ритмы у Маяковского. Ну, также «Окна роста». Но это больше такая мнемоническая тема. Она там два года всего просуществовала у Маяковского, когда там еще голод был послереволюционный. Он такой делал политическое, это скорее поэзия, в духе, знаете, раешной, такой еще народной. Так, Алексей Гастев, это уже у нас конструктивист, такой поэт, завязавший с поэзией, создавший научный институт труда. Ну и очень важно то, что вот этот журнал, например, «Левый фронт искусств», там же и поэты были, главным редактором был Маяковский, и художники, и политика, и шли они всем единым фронтом. Здесь не было разницы. И то, что я бы назвал это прото-стрит-артом сегодня, ну, знаете, стрит-арт, поэзия очень популярна, городская, паблик-арт. Вот такой декрет был в 1918 году, он назывался «О демократизации искусств», и прямо так там и было написано. «Заборная литература и площадная живопись», ну, это такой вот подзаголовок, «открывают поэзии прямую дорогу в городское пространство, во имя великой поступи равенства каждого предкультурой, свободное слово творческой личности, пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, крышу лиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей трамваев и на платьях всех граждан». То есть здесь, получается, слово действительно становилось знаком уже таким, который, ну, как бы с материей входит в контакт, то есть с городской материей, с человеческой, с телесной, да, с одеждой. Ну, в данном случае у меня пример такой, довольно-таки забавно с сегодняшнего времени, да, смотреть, это некий гроб, да, построенный, провозимый по Москве с капитализмом, с похороны капитализма такие, да, или «Вечер книги Варвары Степановой». Это такая тоже художница, жена Александра Родченко у нас. Или вот были такие очень много, знаете, газет живых и театров «Синяя блуза». И они очень много тоже со словом работали, тогда лозунги появились, и такой ликбез шел, чтобы все население грамотным становилось, и очень много букв было. И буквально вот тела сшивались с буквами. Да. Ну, в сюрреалистической традиции тоже очень важно, что здесь поэты и художники вместе сотрудничали, ну и главным здесь Андре Бретон тоже был поэтом. И, собственно, и они отталкивались от, знаете, поэта такого очень рано умершего, Латра Амона или Изидор Дюкас, он граф был. И они его фразу вот эту взяли, что «Прекрасная эта встреча зонтика и швейной машинки», и ее как бы поставили в такой вот, можно отправной точкой явилась для сюрреалистического вообще объекта. В данном случае вот этот объект 20-го года так и назывался, загадкой Изидора Дюкаса, Монрея. А это первый манифест революционного сюрреализма. Но что важно, что сюрреалисты начинали еще в 20-е как раз с автоматического письма. Ну, в данном случае это не все релизское письмо автоматическое, это такая известная пациентка Эмма Хаук, которая писала любовные письма мужу с одной и той же фразой. Любимый приди или что-то такое приди-приди там было. Она их писала из лечебницы. Ну вот сегодня ей бы поставили диагноз шизофрения, но ее постфактум потом включили в, знаете, такой вот вид, не вид искусства, направление сегодня уже тоже довольно-таки ставшее традиционным. Это как роу-арт или искусство душевнобольных. Так вот, эти письма как бы в 22-м году были опубликованы вот таким историком искусства Хансом Принцхорном, и сюрреалисты о них знали наверняка. Вот они автоматически свое письмо изобретали тоже здесь уже с отсылкой скорее к Фрейду и к тому же спиритуализму, который пытался все время отключить голову, туда загипнотизировать, и как бы чтобы идиомоторный сам акт, письма вот этот, он как бы здесь полностью был автоматически, автоматизирован. Ну вот в данном случае у меня написано, я не буду повторяться. Я думаю, с этим тоже все знакомы. Но вот это пример уже даже не автоматического письма Андреа Масона, а скорее уже автоматического рисования, потому что здесь переходит в это. Ну вот, например, такой абстрактный экспрессионист, Сайт Вомбли, художник, он такой скорее уже переходил здесь в такие просто в знаки нацарапанные. Про него есть эссе у Ролана Барта хорошее. Видите, на холст наносил как бы линии царапины, которые воспринимались одновременно и как какие-то, да, можно сказать, пещерные, чуть ли не первые такие примитивные росписи. А сегодня, кстати, в нулевых годах еще придумали Екатерина Самигулина и Юрий Илющенко, два поэта, ну они же и художники, наверное, так можно назвать асимическое письмо. То есть они это от визуальной поэзии сразу отличают тем, что здесь нет попытки как бы визуальной поэзии опространствовать некое высказывание, чтобы оно читалось сразу. А они изначально пишут не, как бы ничего не значащий, то есть асемантичный, асимический текст, но как бы очень важно тоже следят за ходом руки своей, то есть им очень важно вот эта моторика именно, письма. Вот такие примеры. Так, литристы у нас, это, собственно, да, Исидор и Зум и их манифесты. Но мы тоже чуть ускоримся. А, это у меня был пример. Интересно, здесь аудио проигрывается у нас? Илья Анонс. А. М-м-м-м. Субтитры создавал DimaTorzok Тогда после войны же появилась возможность, не такая дорогая, как была до этого, звуковоспроизведение и звукозаписи. И они делали такие пластинки, записывали там «мегавсхлипы» или «мегавздутие». То есть это попытка здесь уже развоплотить слово до буквы, почему «letter», «летристы». Но еще и вообще выйти за пределы алфавита языка в какой-то первородный такой биологический буквально акт. Чуть ли не здесь такой вот, чтобы кишками говорить, вот этими «мегавзхлипами» или «мегавздутие». Есть отрывок с ними, кстати. В кино снял сюжет очень известный такой американский режиссер Орсон Уэллс. Он на YouTube есть, в принципе, если кому интересно. А здесь я хотел как раз короткую паузу сделать, чтобы не говорить. Мы проводили такие тренинги по возвращению себе голоса на избирательных участках. Сейчас скоро выборы, вот как раз как вернуть себе голос. Вот это мой был такой кураторский текст. То есть что вот этот вот наш голос, он всегда отчужден от нас. Мы не чувствуем его. Вот мы говорим, и очень странно, вот здесь он еще в гортане нам принадлежит, а уже здесь это звуковая волна не принадлежит. И где вот эта граница? Очень хорошая книжка есть «Младена Доллара», как, собственно, голос и больше ничего. И он ее начинает. Там в начале очень забавный пример, например, как итальянский один капитан или офицер пытается поднять солдат в атаку, а там все лежат, происходит бой какой-то кровавый, и он кричит там «Солдаты в атаку!», а все лежат, боятся высовываться, страшно. Он громче еще «Солдаты в атаку!», и они все лежат. Потом он уже не выдержит, сам встает там грудь нараспашку вперед, кричит там «В атаку!», знаете, итальянцы у них такой распевный, красивый, почти оперный, баритонный кричит, и кто-то там из окопа снизу тихонько говорит «Какой голос!». И вы понимаете, да, и у Доллара, собственно, на этом построена его книжка, потому что если там у того же Дорида пишется о том, что у нас было письмо изначально, или что он называет архиписьмом, то Доллар говорит, что как раз голос всегда был очужден. Мы вот как говорим, мы воспринимаем сразу значение, а голос проскакивает. А вот нужно прислушиваться к самому голосу как к звуку, попадать не под очарование, а просто речи. И отсюда, собственно, на этом вся саунд-поэзия у нас строится. Но в данном случае этот тренинг был просто по возвращению голоса, он немножко такой был, спекулятивный. Вот мы можем сейчас попробовать, не знаю, насколько кашлять сейчас не триггерно в эпоху, до постковида или даже ковида. В общем, каждый из вас может выбрать из этой такой партитуры свой вот этот звук и начать его воспроизводить. Ну, с любой громкостью и частотой интонации. Вот посмотрим, как возникает вот этот вот у нас саундскейп вот этого места. Давайте вместе я тоже какой-нибудь выберу. Можно поменять. Ну, я понимаю, может кто-то стесняется. В общем, можно из этого делать целый, например, повышать тон, если я буду поднимать руку, опускать или меняться. И возникает такой, знаете, объемный такой, да, саунд такой вот звуковой наших вот голосов, когда мы вот именно чувствуем просто воспроизводство самозвуков. Ничего не значащего, казалось бы, да. Но мы их сами можем наделять значением в это же время. Еще очень важный, конечно, для современных поэтов и художников опыт, как вы знаете, ситуационистов есть. Собственно говоря, это уже тоже до 60-е годы. Кстати, некоторые из участников из электризма вышли. А, я забыл. Да, очень важный опыт ситуационистов для современных художников, и в том числе стрит-артистов и поэтов, потому что ситуационисты, они как бы поэтизировали здесь, получается, политическое высказывание. Или, можно сказать, слова вышегнули здесь на улицу. Ну, здесь написано «наслаждайтесь». Наслаждение. Я вот по-французски не могу это сейчас перевести. Да, и, кстати, вот после 68-го знаменитого мая вот такой поэт уже бельгийский Марсель Броттерс, он как бы завязал с поэзией и стал художником. Но это уже включается концептуальная традиция. И очень важно происходит такой смена. Если я говорил, что в авангарде или вот в этом первом модерне, да, дадаизм, сюрреализм, очень важно было именно антиэстетика преодолеть и выйти за пределы искусства, или там в советском авангарде уже комфутуризме или вот конструктивизме – это важная жизнестроительная идея, да, то есть через искусство и поэзию, как бы, вернее, отказаться от искусства и поэзии как автономных областей и включиться в строительство, в построение новой жизни, нового человека, то как бы после войны мы уже имеем некий город и вообще традицию, она называется такой семиотический некий поворот, да, как некое вообще пространство текстов. То есть уже воспринимается в основном, вот и даже сегодня, идя по городу, ну, а тогда это, наверное, на людей еще сильнее нахлынуло, как сплошь такой полимпсез, да, смешение всех текстов на вас, обрушивающих отовсюду, рекламных каких-то объявлений, записок каких-то везде, голосов и прочее, и это все как бы сливалось в общий такой вот то, что назвали как раз структуралисты городом как текстом, в принципе. И вот в этой семиотической традиции возникает, собственно, концептуализм, который, он как бы уравнивает язык вербальный с произведением искусства. Он просто, ну вот мы знаем, да, там парадигмальное эссе Джона Кошета, Джона Кошета «Искусство после философии», он там так и пишет, что уже главное становится не объект какой-то и не визуальное его восприятие эстетическое, да, а сама идея или концепт. А они, собственно, идея и концепт в чем? А в словах образуются. И, соответственно, язык становится уже частью произведения искусства на равных. Здесь уже как бы нет вопросов. И поэтому многие поэты, в принципе, и художниками являются одновременно. Вот как Марсель Броттерс. И здесь мы видим, что уже как бы письмо, в данном случае вот его в Лувре стоит такая вот инсталляция трехмерная, она покрывает все стены уже в трехмерном пространстве. То есть это еще не сайт-специфик, наверное, потому что это все-таки внутри музея. Но, да. Или вот это вот письмо, где тут же чернила смываются. Это есть такой видеоролик, небольшой видеофильм «Дождь» назывался. Это Эва Партум, такая польская художница. Она очень много ходит по городу и в разных пространствах разбрасывает вот эти буквы, которым уже никогда не собраться обратно в какие-то такие высказывания. Не то что парадигмальные, просто даже в слова не собраться. На данном случае один пример. Да, и вот я вам показывал бросок костей Маларме, а вот Марсель Броттл делает с ним такой радикальный жест. То есть он полностью отказывает здесь не только... То есть это уже нельзя назвать визуальной поэзией, как мы видим, но при этом это то, что сегодня называется блэкаутом. У нас многие поэты тоже в этом виде поэзии работают. Это когда берется какое-то готовое произведение, либо книжка, можно с газетой это делать. Я вот не рассказывал про метод разрезок Тристана Царо, который придумал как раз Дадаиз, разрезать в газетах куски, потом смешивать это все в шляпе и доставать по очереди. Так, собственно, пытались преодолеть тоже вот эту вот линейность смысла. То в данном случае идет полный как бы... У Марселя Броттл здесь полный отказ от вербальных знаков, превращение это в черные такие вот вещи. Ну вот современный поэт Андрей Черкасов делает такие блэкауты, например, с книжкой Аттила Йожефа, стихотворение. То есть здесь оставляются какие-то только либо слова, либо части слов, но в данном случае слова, предложения, и из них составляется новое сообщение. Но при этом очень важно то, что зачеркнуто. Мы видим, это пространство работает уже, вот эти пустоты, паузы. Да, и вот эти отказы от поэзии. Вот снизу это отказ Марселя Броттл был, когда он свои 50 экземпляров своего дневника, стихов просто зацементировал, залил цементом и выставил как объект. То есть мы здесь видим уже поэзию как объект, но не читабельный. Ну сверху вы, наверное, все узнали, что это не совсем поэзия, но она работает только как текст, потому что вскрыв это мы уничтожаем этот объект. Это Пьера Монзони. А слева Дмитрий Александрович Пригов, нам знакомый хорошо. Он таких гробиков отренутых стихов делал там несколько сотен, если не тысяч, и дарил их всем друзьям. И это вроде бы стихи, но они были запечатаны, степлером зашиты. И получается, это как бы одновременно и гробик, потому что мы, раскрыв их, мы уничтожали, собственно говоря, это как объект цельный. И вот такие вот вещи были. Ну всем нам известно обращение к гражданам, тоже это можно назвать советской еще стритат поэзии, расклеивая по городу. Это уже во второй половине 80-х. У Пригова таких тоже набиралось несколько сотен. за что он был, кстати, в психоневрологический, или как мы сегодня это называем. Тогда это были карательные, да, психиатрия помещен. Но ненадолго, слава богу. Или вот текстограммы Пригова. Это не совсем тоже визуальная поэзия. Скорее, такая идеограмма. Это в 86-м году, если мне не изменяет память, была сделана. Когда уже, знаете, непоцензурная советская поэзия достигла такого своего... развития в плане машинописного. А они же все распространялись через машинки печатающие. Там Эрика берет 15 копий, еще такая известная фраза, когда печатались и передавались друг к другу. И вот Пригов решил уже как бы с этой поздней машинописной традицией поработать. То есть это на печатной машинке было сделано. Таких много страниц. Одна из них, кстати, сегодня в его районе Беляева нанесена на такую вот отвесную стену дома, на Брендмауэр. Наверное, так это правильно, хотя есть ли в Москве такие. И она уже как пабликар такой согласованно работает. Да, Лев Рубинштейн нам известный. Здесь он изобрел карточки. Ну, картотека была у него изобретена давно. Но вот карточки работали как хождение по рукам. Здесь тоже отказ как бы от текста внутри книги, потому что эти карточки читались как там. Все на квартире сидели и передавали друг другу в руки. Вот я как-то был с Львом Семеновичем на чтениях. Он просто берет карточку, прочитывает, передает дальше. И все вот так по кругу распространялись. То есть обреталась некая, да, тоже такой телесный акт. И как бы карточка как объект такой тоже отдельный. А это на самом деле просто советская интеллигенция. Вся на этих карточках, как мы сегодня там на смартфонах, да, записывали какие-то пометки, черновики. Это современный пример художницы Анастасии Вепревой. Она на выставке в библиотеке Некрасова, по-моему, да, такие карточки сделала. Устранив всю информацию о личностях, она вот сделала больше такой здесь феминистский жест. Это из новостей, из новостей об убийствах. А у нас, как мы знаем, нет закона о домашнем насилии. Вот она ему посвятила карточек. У нее таких тоже было несколько десятков. Это по поводу, как работал текст в концептуализме уже московском и советском. Ну, правильнее московский, да. Он работал как такой режим эскейпа, исхода, как бы, да, потому что вот эта даже надпись выложенная, все вы можете прочитать, она была на снегу за городом сделана группой Мухоморы. Или вот это всем известное, да, я ни на что не жалуюсь, и мне здесь все нравится, хотя я никогда здесь не был раньше, да, группы коллективные действия. Она тоже была как бы в режиме исхода. Железный занавес. Здесь буквализация метафоры происходит. Это группа Гнездо. Или вот нам известны Камара Меламид, изобретатели соцарта. Они уже вот, я вам показывал какие-то лозунги, да, 20-х годов, они здесь их полностью опустошают. Ну, как, собственно, пустая стала позднесоветская идеология. И мы здесь можем сами уже в эти квадратики вписывать любое высказывание. Они брали цитаты, на самом деле. Вот цитаты, это ленинская цитата. Они просто вместо знаков вербальных оставляли только квадраты. Вот это называют первым произведением стрит-арта, хотя это было политическое высказывание. Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков. Это Юлий Рыбаков, такой диссидент, да, у нас. Он это краской написал на стене Петропавловской крепости. А снизу это работа Тимофея Ради 2011 года. Ну, слава богу, его за неё не посадили, а вот Юлий Рыбаков отсидел за свою надпись. Ну, а Тимофей Ради и его памяти посвятил эту работу. И вот здесь важное начинается в 90-е, как бы прорыв телесности обратно уже в публичное пространство. И, казалось бы, вот акционизм принято считать чем-то таким эффективным выбросом, да, бессловесным. Но вот эта фотография, да, из московского комсомольца, известная акция группы ЭТИ Анатолия Смоловского. Но на самом деле они все, вот даже сам Смоловский описывает эту акцию, что мы там были наблатыканы на постструктуралистский жаргон. И когда милиция их задержала, там женщина-милиционерка спрашивает у Анатолия, вы хотели Ленина этим оскорбить? Ну, вот этим словом, потому что у Мавзолея на правде. А Смоловский сказал, что нет, если бы хотели, мы бы тире поставили. Ну, то есть, видите, здесь все равно даже тело осмысляется как некий эффект дискурса, да, то есть текстуальный феномен. Поэтому, как бы, только как эффективный жест акционизм нельзя воспринимать. И мы знаем поэта Александра Бреннера, всем известного скандального. Он был поэтом, но при этом делал акции, пытаясь прорваться как бы за пределы уже слова. Да. Вот один из моих любимых сегодня, еще действующих художников и поэтов, Баби Бадалов. Он как бы из Азербайджана родом, но потом уехал, жил в Ленинграде в том числе, был таким художником известным. Он очень важный, он вводит феномен, он как бы берет, текстиль использует, а текст, как мы знаем, вообще из латыни, это, то есть, с латыни это вообще как плетение или как ткань, да, переводится. И он это тоже овнишняет на разных... Вот у него были такие штаны Маяковского, только он назвал их облако в штанах, вернее, штаны в облаках. У Маяковского облако в штанах была поэма, а у него штаны в облаках. У меня нет этой фотографии. Или он делает плохую поэзию, он как азербайджанец, ни на одном хорошем, хорошо языке не умел говорить, но при этом он там жил и в Штатах, сейчас в Париже живет, и все языки как бы у него перемешаны с ошибками. И вот он такого изобрел альтер-эго Иосиф Бродская о себе. А в данном случае он играет с... тоже с такими... Здесь постфиксы можно назвать «ист». «Ист» — это «восток», как можно переводить. И он как бы здесь говорит о своей восточной доидентичности через вот эти англицизмы, нам всем известны, там «art», «consumer», «accidental», «oriental», «антифашист», «экстремист» и так далее. Это примеры того, как мы уже работаем, работали не так давно группой «Поэтический акционизм». Мы такую назвали «Лаборатория поэтического акционизма». Мы проводили фестивали поэзии, и там же и в принципе присутствовало искусство. Проводили фестивали, и они такие специфические были. Вот это на Канонерском острове, на пляже, это в цистернах там же. На Новой Голландии здесь проводили пару таких фестивалей. И что важно, здесь поэзия как бы пребывала уже в режиме, знаете, таком не только перформанса, но и как бы таком, мы сегодня назвали экологическом. То есть она входила во взаимодействие со средой своей, всевозможной. Это мои книжки на крафт бумаги, у нас такая серия есть крафт, где мы осознали тоже материальность вот этого продукта. Сейчас мы это промотаем, чтобы показать. Это наши акции тоже были. Вот эта акция была посвящена Николаю, ой, господи, Всеволоду Некрасову, такому концептуалисту, придумавшему тоже конкретную поэзию в Советском Союзе. Мы развешивали буквы его стихов, и их надо было тоже проходить сквозь пространство. Или вот это одна из акций поддержки группы Буссерайт. В 2013 году, по-моему, мы делали, когда мы на поэтов надевали балаклавы и их цитаты подвешивали, как бы они защищали этих девушек. Вот здесь, да в чём же чсицы красные тут провинились, матушка, ума не приложу. Это вот Некрасов уже Николай говорит. Или вот Голова Бродского во дворе, Филфака. Да, или Анна Ахматова во дворике. Это Пушкин, всё равно известно. Или Ольга Бергольц. Как же мне наши праведники надоели, как же я наших грешников люблю. То есть такая была, да, субверсивная акция. Вот это цитата одного из участников лаборатории поэтического акционизма Павла Арсеньева. По поводу связи поэзии и политики эту фразу как бы уже подхватили и носили на лозунгах во время протестов 2011-2012 года. А она, видите, здесь играет тоже таким мерцающим образом, многозначным, да, несколько значений, как такое, как свойственно, да, поэтическому высказанному или ситуационистскому. То есть вы нас даже не представляете, как, собственно говоря, как власть, да, или вы не представляете, на что мы способны, или вы нас не представляете в принципе, потому что вы нас не знаете, да. Или вот такие с поэзией таблички тоже носили на митингах. Это моя инсталляция «Летающий поэтарий». Она была посвящена вот такому фотомонтажу Сергея Сенькина. У него было рабочее тело, рабочее собрано из голов бюрократов, таких советских чиновников. А у меня тело «Летающего поэтария» это как бы смесь поэта и пролетария. Сегодня я такую фигуру еще изобрел, люмпенприкария, да. Может быть, потом как-нибудь расскажу. Ну, в общем, она здесь, он залетает, как бы летит, только он собран уже из обрывков социальных лент, новостных, знаете, сегодняшнего такого медиашума. И вот сейчас мы к этому подойдем. Это одна из моих акций тоже, где я подсаживался к Марксу с Энгельсом. Или наша группа «Технопоэзия», которая работает уже в жанре поэтических клипов музыкальных. Ну, видео у нас я сегодня не буду показывать. Вот, «Уличная стрит-арт поэзия». Я уже про Тиму Радио говорил. Эту работу, к сожалению, вот в июне 21-го года разобрали. А это он на пустующем плакате, знаете, такой стрит-артист известный. Но почему я стрит-артистов так же и в поэты, или вообще в, можно их назвать таким, художники слова, в принципе, так себя они называют. Потому что здесь как бы нет границы уже между поэзией или искусством. В стрит-арте, например, или в стрит-арт-поэзии очень много текста сегодня, да. Но он работает и пространственно, и специфически, и как бы работает как тело, да. То, что я говорил. Ну, вот у меня здесь этих примеров нет. Ну, вот кто вас может обнять? Да, что-то живое, тёплое. Но он признаётся, что он просто текст. Но мы чувствуем, как будто бы он хочет здесь нас обнять. Он такой ещё на фоне неба в Екатеринбурге. Или вот та, и сегодня известный Владимир Абих, такой стрит-арт-художник. Но он тоже себя и поэтом называет. В частности, он очень много со словом работает. В данном случае, видите, слово «показалось» оно как бы полускрыто. И оно обретает некую такую, да, динамику, движение. О чём мы говорили. Эту процессуальность. Когда оно как бы показывается, да, из-за вот этого рынка заброшенного. А это его последняя работа на библиотеке. На стене библиотеки. Но это скорее паблик-арт, потому что она делалась совместно по заказу вот этой Томской библиотеки научной. И здесь как бы библиотека-хранилище, да, книг, букв, текстов. Получается такая вот, такое как будто бы вот эти буквы заговорили, да, из этой библиотеки отсюда. Так, это мои уже примеры уличной поэзии. Я беру цитату «Практиковать поэзия» Андреа Бретона, сюрреалиста, которую я сегодня называл. Вот, например, надписи делал на разных помойках, где людей призывал практиковать поэзию. Или наносил их на вещи, знаете, брошенные или какие-то ненужные, которые как бы заговорили от своего лица, пытаясь освободиться через поэзию. Или, как говорится, разочуждить пространство городское. Вот половинка от дивана на мне читали Мандельштама. Или вот это, кстати, до сих пор не закрасили. Кто-то снес гараж, и мне очень грустно стало. Я решил его... Здесь, видите, одна буква передвинута, как такая анаграмма маленькая, но меняется все значение, да? Уже не пожелает, а пожалеет. И я сейчас даже наблюдаю, иногда мимо люди проходят, все время приостанавливаются и задумываются о чем-то своем. Это был мой проект с вот этими очень много распространенного, знаете, отдыха 24 часа. Это наемное такое вот предложение секс-работы. Я закрашивал телефоны, но при этом подписывал разные надписи, которые должны были поэтизировать. Ну, скучно просто закрашивать. Тем более много не закрасишь, а их тысячи по городу. Но это распространялось скорее в соцсетях, потому что видели их на улице, знаете, под ноги смотрит мало кто. А вот последний мой, вот когда сейчас было обнуление, я находил выемки такие, да, в городских пространствах, находил окружности и подписывал их таким образом. Это был пример, я не знаю, включите его чуть-чуть. Это пример такой уже народной, скорее даже не поэзии, просто случайный ролик, который рекламирует что-то, но при этом он преодолевает свою вот эту вот, свою прагматику зазывала уличного и становится поэзией. Ну, послушаем для примера. Ой, может быть, слышали. Так, включить. Не работает, да? Ну, хорошо. Это можно найти в социальных сетях. Вот, немножко про бытование. Как мы знаем, сегодня, в принципе, искусство в интернет ушло, да? И такая дистрибуция искусства в интернете фигурирует. И поэзия здесь так же. И уже, вот если я говорил о послевоенной, где город воспринимался, как текст, и произведение искусства стало концептуальным, и поэзия тоже, то сегодня идёт такое уже цифровой, то, что Клэр Бишоп называет цифровым расколом, когда всё фигурирует в интернете, и мы уже не то, что книжки там не читаем, а наш опыт читательский уже фрагментирован предельно, да? И он разнесён по разным иконкам. И вот с этим, собственно... И получается, здесь любой текст уже работает как картинка, картинка, как текст, и люди переписываются мемами разными, да? Как знаками. Ну вот я распространял такое постпадеговские обращения, уже в цифровом виде, например, да? Или то, что я называю, например, сгущением строки, то, что у формалистов было, да? С соединением как бы тесноты и единства стихового ряда. Бывает в новостях, вот смотришь подряд, вот, например, и это при повторении возникает такой поэтический феномен. Вот такой. Это уже имеет политический даже такой вот, видите, заряд. Или вот такое. Или вот в Коммерсанте у нас очень любят афоризм брать в заголовки. И я просто поражаюсь. Они все как будто бы стремятся поэтизировать заголовок, чтобы кликбейт рос и всем хотелось зайти. Вот это вот пример даже последних, одни из последних заголовков, да? Ведь все заголовки буквально содержат какие-то метафоры, да? То есть афористичные. Это пример тоже видео. Пуп, такой пуп – вид поэзии. Ну, это не поэзия, но можно ее так воспринимать. Когда выступления политиков разных закольцовываются, нарезаются и становятся таким заумью такой вот. Можно послушать. Биллионс и билионс... Биллионс и биллионс. Здесь возникает некое повторение, возникает такая перформативность самого процесса произнесения. И плюс еще это все слепается для нас на слух. То есть мы обретаем некое уже совершенно другое значение, производим для себя. То есть нам слышится уже здесь скорее, что нас зомбирует кто-то. Так, ну какие у нас тут примеры еще остались? Да, вот мы подошли, может быть, к такому самому интересному. То, что сегодня очень много нейросетей, в том числе поэтических, и художники делают. Я сам как бы здесь код не пишу, но вот есть ребята, кто с этими работают. Вот здесь длинная цитата, но вкратце, короче, поэзии нужно сопротивляться вот этим алгоритмам социальных сетей каким-то образом. Потому что иначе это все приводит к такому, знаете, поглощению. Или то, что называется сегодня таким семиокапитализмом. То есть вот этим оборотом абстрактных знаков. И поэты как-то пытаются. То есть уже ты не можешь куда-то отделиться от этого мира, автономиняку взять своего медиума, как еще могли те же модернисты сделать, и даже концептуалист. А ты уже погружен в эту коммуникативную среду, или как ее называют медиологи, технокоммуникационную среду или техносоциальное окружение. И тебе нужно как бы здесь, вот в этом дизайне, как называется, калькуляционным или вычислительным, каким-то образом сопротивляться. Вот, например, так как они на себя называют социальный сюрреализм, это группа MXD. Вконтакте, в принципе, они есть, у них такая группа. Они, понятно, они это уже не делают, как делали там те же стрит-артисты на улице. А это уже делается в цифровой среде инструментами каких-то графических, дизайнерских программ. Но тоже это как бы получается такое остранение названия магазинов, потому что мы привыкли к сетям. Так, эта книжка про политичность технологии, очень интересная. Вот, наверное, все уже знаете, что, да, вот этот балабоба появился в Яндексе, где можно написать одну фразу, и он вам напишет вообще продолжение вашей истории. То есть это такая нейросеть, которая придумывает вам, если у вас, что называется, дефицит творческого воображения. Вот я написал, это, по-моему, я в июле первый раз попробовал. Вот он мне написал предельно абстрактный какой-то текст. Мне это снилось, я в этом уверен. Есть синонимайзер-бот. Вы туда можете вбивать любой блок текста, да, он вам его в виде синонимов выдает. Вот, например, можно традиционную там ямбическую там поэзию, да, Пушкин, а, вернее, это Тютчев. Ну, да, у меня где-то с Пушкиным был пример. Видите, он ее не только прозаизирует, но вот он превращает ее в некий такой вот очень неоднозначный такой текст, больше похоже на сломанную, да, такую, на аэросеть. И вот я говорил про автоматическое письмо, а сегодня скорее письмо автозамены. Мы так недавно интерактивно игрались. Если у нас есть смартфоны у всех, можно тоже попробовать. У кого-то 9 не отключен. Вот пример, например, да. Знаете, да, когда набираете начало слова или одно, он вам предлагает тут же автозамену или следующее слово употребимо. И можно так написать, например, давайте попробуем хотя бы все написать короткое стихотворение. Это всем доступно. Ну, вот такие примеры, да, автозамены были. Конечно, это следующий пример, но давайте попробуем. У нас же есть. Давайте попробуем и прочитаем. Прочитаем то, что у нас получилось. Хотя бы одну фразу просто, какую он автозаменой предложит. Это надо делать, в принципе, где угодно можно, где включено это, да? Видите, он три варианта предлагает, да, там? И вы выбираете любой из них. Ну, вот я написал. Кто уже спел, поднимайте руку, я могу подойти и прочитаем его, например. Это по поводу, да, то, как алгоритмы могут поэтизировать нашу речь. Есть такие даже целые поэмы на основе автозамены пишутся. Ну, вот моя. Привет, любимая, моя хорошая. Знакомая в метро на сайте не нашел. Прозрачный пакет документов для получения более подробной информации. Просьба обращаться через час. Вот такое он мне написал. А, и я вбил привет. И дальше он мне предлагал все время три раза, и я выбирал любые варианты, которые мне нравились. Ну, я думал, просто это распространенный очень сегодня эффект. Это как бы такой, да, можно сказать, расходящимся тропком сайт. Но кто-нибудь прочитает свое, что получилось. Это как бы здесь не вопрос гениальности творчества, как вы понимаете, а вопрос просто... А ты что, не в курсе, что я тебе не нравлюсь? Отлично. Да, ничего особенного на самом деле у меня на телефоне отключена эта функция, когда он запоминает какие-то слова, и ничего связанного тут нет. Этот текст в приложении присылаю вам свое почтение, в приложении к письму прилагаю, фотоусловия сотрудничества. Это какой-то рэп, по-моему. Замечательно. Так, кто еще хочет? Сегодня вечером пришлю вам ссылку на сайт, и на какой стадии сейчас на месте, и в этом случае мы не можем найти в интернете. Если грустно становится, можно вот в такое играть. Сериалисты играли, как мы помним, в изысканный труп, когда кто-то писал одну строчку, передавал, и следующий писал не видя. А сегодня можно играть с автозаменами. Много, на самом деле, вариантов. Вот нам, например, Роман Трунин предлагает поэзию ошибок. У него есть такой нейромашин в Твиттере, что называется, ну, блог, да, очень популярный. И он, собственно, этот эффект обнаружил случайно, когда брал редкие языки в транслейтере Гугли, да, и вбивал туда очень длинные какие-то просто потоки букв. И они иногда выдавали осмысленные фразы. И он продолжил вот это вот эксперимент и даже инструкцию придумал для тех, кто хочет в это поиграть. И он сейчас целые поэмы тоже пишет из этого. Но это благодаря, знаете, только возникло, когда вот в фаноле появился, и вот эти рекуррентные сети, когда транслейтер Гугл, он же переводит не просто отдельные слова, а он как бы перебирает все варианты, когда мы пишем предложение, он, пока мы пишем, он перебирает все возможные варианты. И в это время как бы сеть работает, что называется, с переводчиком. И вот, например, вот он пример какой-то на украинский язык выбрал, или казахский, нет, оригинал украинский, но он перевод на казахский выбрал. И вот тогда что получилось. Или вот это уже готовые у него фразы из таких переборов. Вот это, кому интересно, дома может попробовать, можно сфотографировать экран. Это инструкция от Романа Тронина, как, собственно, писать подобные вещи, Google Translator, Poetry, да, делать. Я могу сделать паузу, если кто хочет снимок с экрана сделать. Я, в принципе, да, этим занимался. Ну, в принципе, да, как мы знаем, если мы просто в объем кусок текста и в Google Translator посмотрим, он уже будет у нас выглядеть немножко странным, а бывает и вполне абсурдным, хотя сейчас переводчики усовершенствуются. Но поэзию, в принципе, переводить очень сложно, и об этом все говорят, и неизвестно, когда такие нейросети возникнут, которые смогут поэзию переводить. Вот московский поэт Илья Маза, у него очень известная вот эта игра. Вместе с книжкой она работает и со спектаклем. Я не знаю, может, кто-то в нее уже играл. Вот это промо-ролик этой игры. Там идея в том, что просто вы грустите, ходите по панельке, по квартире зимой и делаете какие-то, знаете, самые повседневные, обыденные же там себе вот жарите колбасу, выносите мусор и прочее. И там можете открывать какие-то вещи, и при этом там возникают вот такие, да, стихи. Это такая, да, игра. Он ее даже, по-моему, сейчас очень успешно распространяет и продает. Вот. Ну вот название, она называется «Шахедезима». Кому интересно, ее можно там будет скачать и поиграть. У нас, если осталось время, на последний наш элемент – театр и перформанс. Я вот с этим тоже сейчас работаю. Я говорил про визуальную поэзию, а в данном случае я ставил такой реенакмент поэмы Пригова. У него была поэма «Пуч». Я так ее назвал «Пуч после Пригова». Это, знаете, на фестивале «Штирийская осень» в Граце. Там такая отвесная лестница, она называется «Русская лестница». Ее военнопленные еще строили. И я там создавал такую визуальную поэзию, но уже из живых букв. Они друг с другом соединялись, расходились в разные слова. То есть возникала такая одновременная и сайспецифик поэзия, и визуальная. Да, на картинке это не передать, надо смотреть видео. А люди все внизу стояли, как бы здесь смотрели. При этом в мегафон и перформер еще снизу эти слова пропевали. И там работало два радиопродуктора. Очень важная такая вещь. «Asset site» – это «Время пришло», такая ария. Или вот наши променады революционные. По городу, например, в Петербурге мы ходили, делали такой поэтический революции, знаете. Вот это я в доме, где я родился на Садовой, начинал вот эту революцию. Или вот то, что я делал на фестивале «Арт-проспект» – съедобные стихи. Я придумал из пищевой краски, знаете, в лаваши заворачивать начинки, и мы реально их съедали. Но при этом мы должны были перед этим написать какое-то стихотворение свое или любимого поэта, поэтессы, поэтки, как сегодня можно по-разному говорить. И я приготовил потом вот эти лаваши. И люди включались, писали. И они немножко сохли, их читали, а потом сворачивались и кушали. Сейчас я придумываю такие биоразлагаемые стихи. Их еще не включено. Ну и последнее, наверное, то, что мы делали этим летом. Там очень мне такой дорогой проект, тоже Пригову посвящен, но при этом он выходит за уровень, уже такой в космос взлетает. Я нашел, знаете, такой сейчас популярный феномен, вот снимки из космоса. Вот эти вот стали надписи вдруг видны. Это какой новый такой трансцендентный взгляд, как будто с небес, такой божественный. Но при этом вот в Советском Союзе еще эти надписи были. Они делались из посадок деревьев. То там Ленину сто лет, или там коммунизм, или были еще надписи 70 лет СССР, еще какие-то. И потом я нашел вот на сайте, давал интервью такой вот активист, просто он не художник и не поэт, Андрей Финоченко. Он выкопал рядом со своим селом Рождественное послание президенту. Путин, помоги Сходне. Потому что там должны были застраивать вот эту Подмосковье, да, Сходню. И он долго копал, там в интервью рассказывает. Но все равно застроили этот район. И потом он вырыл уже, как бы к Путину разбесполезно обращаться, он вот эту надпись вырыл «Господи, помоги России» в 2015 году, спустя три года. И она на гугл-карты тоже попала. Вот этот снимок со спутника тогда же он сделал. И мы, вдохновившись этим, такое сделали видео-ленд-арт. Я его называю перформансом. Мы посмотрим этот тизер, наверное, и на этом закончим нашу сегодняшнюю... Ну, мое выступление. Может, вопросы будут так. Ну, мое выступление. Ну, мое выступление. Ну, мое выступление. Промо-ролик, он сам длится дольше. Как видео-перформанс демонстрировался. Но мы вот это реально тоже целый день копали. И потом с квадрокоптера сделаем такую съемку. Он отъезжал и образовывался надпись, как бы обращение. Но тут написано, вы, наверное, почитали. Да, простите, я снова забыл про микрофон. Вот, собственно говоря, у меня здесь, по-моему, все. Вот у нас осталось, если временно, какое-то общение, дискуссию, вопросы, как обычно принято это. Да, спасибо. Нужен микрофон для вопросов, да? Не, мне это слышно просто, просят для записи. У меня вопрос про то, какие темы вы выбираете или другие поэты выбирают для поэтических выступлений. Вот было много примеров по политике, ну, наверное, про любовь или еще что-то. Но вот есть какое-то процентное соотношение? Чему обычно посвящают? Или почему так политика привлекает? Что это там? Ну, нельзя так сказать, что что-то кого-то привлекает. Просто, как я уже, наверное, показал, что, собственно, авангардное искусство модерна, они возникают как, собственно, политический, в том числе политико-художественный, это называют, или художественно-социальный протест против устоявшейся эстетики или готовых норм лингвистических языка. Так же и после войны. Это всегда связано, да, то есть политика здесь и эстетика идут рукооборку. А поэты, они как бы всегда как раз очень с художниками входят в соединение именно в какие-то революционные моменты изменения действительности. И это замечено как бы уже не раз. Ну, я не буду сейчас отсылаться ни к чему. Ну, даже вот возьмем там ситуационистское движение, да, оно связано с французским маем 68-го. Наши все вот эти авангардные поэты связаны с пореволюционным таким подъемом, да. Поэтому здесь как бы, можно сказать, город просто осмысляется как некая здесь политика, она уже не в плане государственного управления, а в плане того, что это общее общественное пространство, город, оно приватизировано кем-то, да. И поэты как бы пытаются, или художники, стрит-артисты, или какие-то просто современные там поэты, художники, они пытаются его как бы отчасти вернуть, сделать более как бы общим, то есть публичным или common space, и показать, что оно не просто функционирует в плане вот из дома на работу или там в кинотеатр отдохнуть, а что, чтобы вот наше внимание каким-то образом зацепить, деавтоматизировать наши повседневные траектории. Ну, в интернете это работает уже по-другому. Интернет, в принципе, это такой мета-медиум, где все политично. Там же, видите, люди пишут там о том, как они там сегодня, может, застряли там в метро, и тут же могут стихотворение выложить, и тут же картинку, и как бы все перемешано. Здесь уже этика смешана с эстетикой и политикой, и неотделима. Поэтому я бы не сказал, что кто-то выбирает специально тему политики. Она как бы может быть вчитана, вычитана из любого, в принципе, даже самого аполитичного произведения. Ну, если я ответил. Ну, по-разному. Вот, как мы знаем, на какой там... Ну, обычно, как сегодня городское наше правительство, вот это закрашивает все стрит-арт, граффити, поэзию и прочее в течение нескольких дней. Особенно если она появляется в социальных сетях, ее сразу отслеживают и приводят людей, закрашивают. Очень много даже забавных эпизодов, как идут соревнования. Поэты или художники снова наносят эти надписи, а власти их снова закрашивают руками. Там дворников анонимных, к сожалению. Ну, я думаю, в принципе, это не страшно. Потому что если мы говорим сейчас об уличной, вот конкретно поэзии, то она и не предназначена для вечности, для долговременного какого-то существования. Благодаря социальным медиа она больше как раз с людьми считывается, как мы видим, из интернет-источников, потому что именно в этом месте и времени в городе ее мало кто видит. Поэтому я думаю, здесь... Да. Да, но я не являюсь сейчас стрит-арт-художником, но конкретно, конечно, были эпизоды. Ну, вот в данном случае, вот когда акция была в поддержку Пуссирайт, был постфактум эпизод, что когда Пятый канал приезжал и брали интервью про ректора СПБГУ, очень забавно, он говорил, что «ох, я сочувствую этим людям», он думал, это студенты делали, у них очень ждет тяжелое будущее, что-то такое он говорил, но никаких тогда санкций не последовало, может быть, времена еще были не те. Но сегодня, как бы, как мы знаем, да, даже за твиты можно в тюрьму угодить, поэтому тут никто зарекаться не может. Ну, тут как бы у вас однозначная какая-то трактовка, что искусство прикрывает что-то. Тут как бы... Ну, это нужно у них спросить, но, на самом деле, тема-то у нас сегодня между поэзией и искусством, но, на самом деле, я могу ответить, но не за них, а просто сказать, что подчас и очень... Ну, вообще, я исследователем являюсь перформансой акционизма по первому образованию кандидата искусствоведения, и там я много акционизма изучал, в том числе феминистского, радикального, и, конечно же, власть не считывает художественные, не отличает художественные от политических посланий, и чем дальше сегодня, тем больше. Она как бы вот эту субверсию уже не воспринимает. Почему как бы во многом художники и ответственные такие художники, занимающиеся там политическим искусством, они сказали, что нужно переходить к серьёзным высказываниям. То, что вот субверсия, анархизм, то, что ещё там в нулевые годы группа и война, и Пусси Райта в начале десятых воспринималась, сейчас это всё уже не работает, потому что власть сама настолько всё субверсировала, она настолько превратила вот эти казачьи ряженые дружины, там какие-то православные сообщества, отряды там Путина, я не знаю, Народный фронт. Вот сейчас три вишневских идут на выборы. Ну куда тут субверсия? Тут никакой художник уже не сможет угнаться даже за тем, что власть сама производит такой свой тотальный перформанс. Поэтому художники стараются переходить к более ответственным каким-то высказываниям, серьёзным. И больше сейчас развивается социально полезное идеологическое искусство, то, что называется social useful art, такой, знаете, помогать с кем-то, в диалог вступать, организовать какой-нибудь шелтер или собирать деньги на помощь больным онкологией. То есть художники в это увлекаются больше уже, они подрывают какие-то, да, вот встой. Пожалуйста, задавайте вопросы. Микрофон, спасибо. А можно ещё один вопрос? По теме феминизма. То есть сказать, что феминизмом занимались, а вот тема феминизма, как она в нашем обществе раскрывается, не раскрывается, мне кажется, так недостаточно активно обсуждается в сравнении, например, с европейской или американской феминистической темой. Могли бы прокомментировать? Да, я тут просто не включал сюда сегодня скорее такие феминистские акции и в том числе очень много уличных, потому что, как мы знаем, вообще феминистское движение родилось тоже неотрывно от политики и как протестное, и перформанс-то и возник в основном, ну, концептуально американский, как то, что женщины не были впущены в академию и в выставки, и они, собственно, начали делать. Единственное, что самый доступный медиум – это тело. Поэтому я постараюсь отдельно феминистские какие-то не освещать темы, потому что я не могу быть феминисткой в плане того, что я там уже носитель какого-то определенного гендера, и сейчас есть кому за себя говорить в плане там феминистские исследовательницы, художницы, поэтессы, поэтки, писательницы. Но, как бы, я думаю, за этим сейчас настоящее будущее. Ну, по крайней мере, в поэзии очень большой такой феминистский сейчас поворот произошел. Ну, я вот там слежу за полем современной поэзии. И в том числе и вот в искусстве больше становится художниц феминистских. Я не знаю. Ну, сейчас, как бы, если интересно, я просто могу потом какие-то ссылки дать. Но просто, к сожалению, пока это никак не отражается на законодательстве и на политических изменениях в том же законе о домашнем насилии. Но в искусстве и поэзии мы видим это. Да, у нас получилось больше про современность. Но это правильно, это всех больше волнует, потому что то, что я рассказывал, принадлежит скорее к истории. И мы здесь разбирались, да, почему вот всё время вот эти вот разногласия входили поэтов и художников между собой. Да. Ещё вопрос. Можно задать? У меня вопрос. Вот мы когда зашли, да, вы говорили про манифест, да. И очень часто используется термин манифест вот в том исторических реалиях. То есть я не знаю, сейчас в современных используются или нет. И там манифест коммунистической партии, и манифесты вот, ну, примеров тех художников, которые приводили, там, сюрреалисты, в разных ролях. Почему так слово это было популярно тогда, а сейчас так не популярно? Да, ну тут тоже такой, да. Но если вкратце, то есть, вот я говорил о прагматике, а в авангардной эстетике очень важно слово вышегнуло вот в это перформативное измерение. И манифест, в том числе политический, его подхватили художники-поэты, и он такой вот обладал всегда двойной, мерцающей прагматикой. И есть даже исследования, как о поэтике манифеста, например. Или вот у тех же футуристов, у Маринетти, воинственный такой милитаристский манифест, да, там, мы выдвинуты вперед отряд, там, авангарда, ну, это, словно, французское слово. Мы там вот, вот эту медленную чувственность народа, там, где-то вот вперед продвинен. Мы там устремлены в будущее. Или вот этот манифест пощечен общественному вкусу. Но это дореволюционные все еще русские, да, вот эти манифесты, они скарались к провокационным. Но они же, как бы, одновременно и говорят из позиции абсолютного безвластия. То есть это такие, знаете, пустые, провальные, изначально включающие в себя провалы манифесты. Там у Маяковского сидели, или приказы по армии искусств, или какие-то еще приказы, которые никто все равно выполнять, как бы, не собирался. И здесь авангардный манифест, если художественный берем, то он просто заимствовал эту форму, как бы, манифеста политического, да, но, как бы, делал эту коммуникацию, в принципе, пустой. То есть говорил из места такого провала, да, брал на себя вот эту роль, как бы, демиурга, но при этом являясь, там, простым, да, поэтом или художником. Но сегодня манифесты просто, ну, иногда есть те, кто группы, там, какие-то радикальные себя вставляют. Вот была такая акционистская группа, ей удалось, кстати, по многим странам мира, распространится фемин, знаете, большая такая очень. Они в Украине появились, потом во Франции работали, сейчас по разным странам мира. Им удалось как раз обобществиться. Это такое радикальное женское такое вот было движение. И у них был манифест от фемин, они там прямо писали, сначала было тело, женское тело, то есть они берут, переиначивают Евангелие, там, наши груди против системы, там, ну, там, прямо в манифесте. То есть, ну, вот где-то в акционистских движениях радикальных, может быть, еще есть манифесты. Но так, конечно, современные художники и поэты вроде бы отошли от этой вот такой вот радикальной манифестации. Они скорее отказываются уже в большей части от позиции власти, стараются. Там вот сегодня популярна позиция горизонтальности, диалога, вот этой вот эмпатии какой-то, да, против насилия, да, а манифест — это всегда некое такое вот высказывание вторгающейся насильственно в реальность. Может быть, поэтому. Простите? Нет, просто метафора, что этический кодекс по своему свойству как будто немножко напоминает манифест нового времени. А чей кодекс? Любой. Ну, в плане как непосредственный инструмент высказывания какого-то, то есть у многих компаний. В смысле поворота к новой этике, может, это имело. Ну, вот сейчас есть такая новая этика, которую кто-то ругает, кто-то к ней устремляется. Ну да, в смысле, что любая компания теперь утверждает свои ценности или принципы, но теперь это в каком-то более горизонтальном уже дискурсе происходит. Ну, в этом смысле, да, можно все назвать манифестом, но это как институциональным таким распорядком является негласным. То есть манифесты перекочевали в бюрократический скорее режим такой, да. Да, наверное. Не устали еще? Или как есть вопросы или пожелания? Все, что душа пожалеет, да. Да, очень важно, идя по городу, замечать такие за собой элементы, иногда выхватывать куски слов или каких-то непонятных образов движений, чтобы, что называется, то, что Шкловский описывал, автоматизация не съедала наши вот эти все вещи, да, повседневные дела. И поэзия помогает этому, как такое самое простое средство. Ну, вот я вам предлагал такие инструменты в смысле автозамены или еще чего-то, но таких очень много, да. И сегодня они все нам доступны. Не обязательно для этого быть профессионалом там каким-то, да, или что-то делать за деньги. Но я вот не затрагивал тему, потому что меньше с ней знаком. Может, здесь будет кто-то это рассказывать или не здесь, а вообще есть лекции про сайенс, биоарт и поэзию, там работающую в том числе уже, например, там с научными какие-то исследования. Есть группа «Куда бегут собаки», она в Институте Павлова показывала такой биосимеозис уже. У нее там такие мушки-дрозофилы были, и они следили за их передвижениями, как бы, и получались какие-то знаки непонятные. То есть вплоть до такой поэзии есть. Но, как бы, я думаю, это оставим на другой раз. Сегодня все-таки и так много было всего. Поэтому спасибо, да, за приглашение, что пришли.